Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Сегодня утром в прямом эфире посмотрел бой Теофима Лопеса против Джимейна Артиса. И хочу с вами поделиться впечатлениями, а также проанализируем поединок технически. А в ринге очень интересные вещи происходили. И сделаем из боя простые, но любопытные выводы. Ну что, во-первых, предыстория. Теофима Лопес это большая звезда бокса. Он когда-то победил Василия Ломаченко. Победил очень неожиданно, очень классно. И сейчас его введут, делают из него просто какого-то супер чемпиона. Телевизионщики его нахваливают. И действительно Лопес он техничный достаточно. Он мощный, он очень взрывной, очень большая скорость. То есть, знаете, вот это вот сочетание Лопеса, что быстрые руки, ну не просто руки, а у него реально живая мощь. То есть, как бы ноги, тело. Он когда в ударе взрывается, он прокрушивает все свое тело, всю массу свою. И там прям смотришь, ну конкретно, ну кутер, сразу это понятно. Но, есть у Лопеса такой недочет, и мы его технически уже разбирали. В этот раз перед боем разбирали в закрытом канале, а вообще говорил о нем когда-то давно еще и на просторах ютуба. Дело в том, что технически Теофима Лопес, у него правый, прямой, обрезанный. Да вообще удар справа любой, ну кроме что снизу. То есть, как вот по классике бокса. Я, к сожалению, один сейчас снимаю, не могу толком показать. Но, в общем, вот бьют право прямой, и плечи проворачиваются. Чем они проворачиваются дальше, тем лучше. То есть, если они вообще до максимума проворачиваются, это супер. Так обычно настоящие на кутеры бьют. А Лопес каким-то образом, так его с детства научили, так он привык, так у него, я не знаю, там строение мышц, сухожилий, может быть, что он поворачивает плечо лишь чуть-чуть. И у него в этой вот короткой амплитуде, вот он бьет, он бам, у него удар сверхнокутирующий, вообще просто шедевр. Но он бам, а дальше, дальше он не прокручивает. И поэтому, я к чему это все подвожу, что это уже было понятно до боя, что соперник, Джимейн Артист, боксер малоизвестный, если у Лопеса в инстаграмме миллион подписчиков, ну чуть меньше, то у Джимейн Артиста там, по-моему, 70 тысяч. Мне многие скажут, Андрей, зачем ты несешь эту колесицу, какая разница, сколько у людей подписчиков? Да это в современном боксе очень важно. То есть, сколько у тебя подписчиков, так тебя и судят, по сути, но особенно компания TopRank. И абсолютным андердогом был Джимейн Артист, и действительно, он слабобьющий, но зато он быстрый боксер, мобильный, шустрый, очень универсальный, очень подвижный. И самое, что интересное, хотя Джимейн Артист, он является правшой, но он очень даже умеет боксировать в двух стойках. И в закрытом канале мы до боя разбирали, что если Джимейн Артист встанет, андердог, кстати, он у букмекеров, был 5 к 1, даже 6 к 1 был Джимейн Артист. Если он встанет в стойку левши и не будет наскакивать на Лопеса, а будет, как бы, наоборот, его провоцировать подальше, подальше, вправо уходить, то у Лопеса получится такая ситуация, что он своей правой рукой, он будет ебить и просто не дотягиваться, он будет, как бы, прыгать вслед, а дотянуться не может. И, ну, если так будет, то там уже, может быть, как, смотря какое развитие событий. То есть и Лопес, он, возможно, ну, он довольно умный, я думаю, он мог сделать выводы против поединка с Андором Мартином. Это первое. Второе, неизвестно было до боя, как Джимейн Артист будет действовать, а что, если он пойдет рубиться, как зачем-то сделал Джош Тейлор. Ну, что было, если честно, просто безумием, если честно, как будто поддавался, ну, в каком смысле поддавался, он-то не поддавался, Тейлор, британец, бывший абсолютный чемпион мира, он рубился в полную силу, но поддавался именно по стилю. То есть сам вот такую тупую выбранную манеру проигрышную против Теофима Лопеса. Но, что мы в итоге увидели в бою? Что оказался Джимейн Артист в начале боя полным красавчиком, будучи правшой, он встал в стойку левши, в правостороннюю, да, и он стал именно на себя вызывать, стал крутить вправо, стал бить, атаковать, вправо уходить. Короче, все, что нужно делать против Лопеса. И Лопес, получается, он и так-то идет в, короче, амплитуде, он плечо сильно не поворачивает, а соперник еще и уходит от него, ну, влево туда, получается. Соперник идет вправо, для Лопеса это как влево. И он не может дотянуться своей правой рукой. И он начал бегать за Джимейн Артистом, бьет, машет. Там уже телевизионщики стараются показать лучшие моменты, как попадает этот Лопес. А он особо и не попадает. Он попадает по воздуху, вот как-то так, да. Но, да, и у букмекеров сразу же коэффициенты резко поменялись. То есть, если до этого был коэффициент 1,15 на победу Лопеса, то внезапно стал 1,55. Ну, я, кстати, в этот момент на него и поставил. Ну, сейчас про ставки не хочу подробно, в общем, остался в плюсе, там, целую. Разработал систему, писал, опубликовал ее до боя в закрытом канале. Вот. И, в общем, суть такая, что получилось, действительно, артист очень хорошо Лопеса крутит. Все как нужно. И Лопес, по сути, он вот, он там показывал целые номера, опускал руки, махал, что иди на меня, делал сам шаги назад. Ну, по сути, Лопес, когда он пытается охотиться за Джимейном артистом, Джимейн артист в стойке левши, двигается вправо, закручивает, то Лопес все время проваливался, и он, ну, выгодил беспомощность, то есть он ничего не мог сделать. То есть он такой грозный, такой сильный, а такого ноунейма, андердога, да, которого букмекеров было, аутсайдеров, там, шесть к одному, пять к одному, вот до него он дотянуться и не сумел. Практически вообще за весь бой, там, какие-то были попадания разовые, такие вскользь на излете. Но в чем была проблема Джимейна артиста? Я вот так его, как бы, нахваливаю, а на самом деле его, ну, надо поругать, потому что Джимейн артист, он постоянно проваливал Лопеса. То есть он левша, ну, там, раз шаг назад сделал, провалил, раз в сторону, и тот по воздуху бьет. Или было, когда артист, он там, раз поднырнул под боковой удар, и Лопес летит, он там прыгнул, ух, рассекает воздух, да, с широким плечом, размах, удалая рука, мимо. Но беда была артиста в том, что он практически не подхватывал. То есть, а так бои не выигрываются. И получается, что сначала была как вспышка, раз, блеснул артист, то есть он красавчик стал закручивать, обманывать на ногах Лопеса. Лопес потерявся, он ничего сделать не может, он удара пропускает. А потом артист в итоге не развивает свой успех, то есть он раз за разом проваливает соперника, а не бьет свои удары. То есть как вот бокс как устроен? Провалил, подхватил, опять провалил, свое как бы отдал. То есть надо, ну, отдавать свое. А получается он провалил, ушел пассивно, провалил, ушел пассивно. И так весь бой. А за это не дают победу. То есть, ну, и объективно, я имею в виду, не только судьи не дают, а за что тебе давать победу? Молодец, конечно, провалил, но ты же как бы не подхватываешь после этого, не бьешь соперника, ему долг не отдаешь. Это защита классно, но это недостаточно. И кроме того, соперник, Техим Лопес, становится гораздо увереннее. Он, несмотря на все свои промахи, несмотря на то, что он летал по рингу и не мог попасть, он в какой-то момент стал себя чувствовать очень уверенно, по-хозяйски. А он ничего не теряет. То есть, и что, он там прыгнул, перевернулся, и все хорошо, дальше охотится. То есть, вы знаете, как тигр прыгает за травоядным каким-то животным, а то как бы не отвечает. Он так может хоть час прыгать. Ему-то что, ему жалко, что ли? Вот, тот не отвечает. А если бы он отвечал, Артист, то эффект был бы... А он, кстати, отвечал даже вот в начале, пока Лопес так немножко растерялся, да? И наоборот, в конце отвечал там в 12-м раунде, ну, когда уже было поздно. И, в общем, в итоге Лопес тоже освоился вместе со своими промахами. И бой, по сути, даже не то, что он забрал, он по попаданиям, да он там, может, даже еще и проиграл. Там очень такое близкое. Но как бы Лопес бьет посильнее, он демонстрировал спортивную агрессию, желание боксировать, а Артист, он очень мало отвечал. То есть, он постоянно проваливал, но не наказывал. Это вот что касается боя. Теперь, что касается будущего Теофима Лопеса, это самое интересное. Вообще, честно говоря, горжусь этим своим прогнозом на бой, ну, который был в закрытом канале, я имею в виду, да? И вообще то, что раскусил Лопеса еще несколько лет назад. То есть, он крутой, да, но он боец как бы однобокий. Уже все понятно, все с ним понятно. То есть, если он выйдет на Девин Хейни, Теофима Лопеса, то он проиграет просто в одну дуду вообще. Это уже понятно, почему? Потому что он просто не дотянется до Хейни. Ему еще повезло, что Хейни не левша. Если Хейни был бы левшой, там ловить было бы вообще нечего. Вот. Ну, Хейни хотя бы правша не может крутить его, как следует. Вот. Но уже все понятно. То есть, Лопес у него обрезанный удар справа. Он плечи не поворачивает, он не привык их поворачивать. А это если ты не привык поворачивать, ты уже не научишься. Уже все. Ну, удары, как правило, у людей не корректируются. Можно научиться заново какому-то удару, но скорректировать свой удар – это что-то из серии чудес. Такое бывает, но очень редко. И то есть, получается, вот это вот техническое ограничение у Лопеса, что он не поворачивает плечи при ударе справа, оно против боксеров вот в этом весе, он уже не так давно пережил в 63 500, там парни длиннорукие, рослые, подвижные, не получится до них дотянуться. Но наоборот, такие, знаете, жесткие боксеры, такие, например, даже как Сабрель Матиас, даже он, да, такие как Реджис Прогрейс, короче, кто невысокого роста, такой плотный, нокаутер, особенно, кто бьет крюки, то, я думаю, Лопес их всех победит и даже отправит в нокаут, очень, кстати, возможно. Особенно вот Сабрель Матиас, вообще я фанат его, бой был бы невероятный. То есть, у Сабреля все шансы уйти в нокаут, ну, просто потому, что он со своей манерой, у него все шансы есть поймать удар навстречу от Лопеса, короткий. Лопес, у него проблема – это тянуться вдаль за кем-то, а тот к нему сам придет. То есть, Сабрель к нему сам придет под удар. Но, правда, если его Лопес не нокутирует, то тогда его Сабрель нокутирует. Ну, в общем, вот то, что я вам хотел рассказать. Спасибо, что посмотрели данное видео. Также, если хотите меня поддержать или если хотите получать качественную аналитику перед боями, то подписывайтесь на закрытый канал. Подписка стоит 400 рублей в месяц целых. А если вы живете за границей, то можете подписываться за 5 евро в месяц. И раньше подписка не работала с айфонов. Ну, у многих. У меня, например, работало. Как-то попросил друга подписаться, у него сработало. А кто-то живет там в Европе, в России, в Украине. В общем, кто где. В Германии, Америке не работает. Apple блочит. Потому что Apple не любят, когда забирают их деньги. Вот. Они любят, чтобы все проходило через их платежную систему, а не через бот какой-то. И, короче, все. Сейчас там починили. И подписка с айфона теперь тоже работает. Так что смело подписывайтесь. Ежемесячная подписка 400 рублей. Вот. И вы будете получать качественную аналитику бокса. Всем добра. До новых встреч. Пушу камеру. Субтитры сделал DimaTorzok